швейная машина бразер машинка не работает делает вот такую строчку сверху петляет на низ тянет и обрывает находим неисправность и устраняем заправляем нитки нитка заправляется вот так вот сюда под низ одевается вот и вот так вот здесь внутри есть пружинка и она сама одевается и ниточка подпружиненная заводим сюда и за нити притягиватель все мы заправили попробовали натяжение у нас есть и при подъеме лапки ниточка освобождается и также заправляем в наши направляющие и иголку берем кусочек и попробуем ну вот очень сильно тянет на низ попробуем прикрутить очень сильно очень сильно тарахтит и нитка все равно не затягивается попробуем покрутить вручную и послушаем как у нас идет сброс нитки очень большой щелчок идет сброс нитки отвратительный это где-то в челноке берем снимаем наш кусочек вот видите какие петли внизу и открываем вытаскиваем колпачок я вот визуально здесь вижу у нас на игольной пластине откручиваем винты машинка чистая вот видите здесь вот заусеница забитая здесь тоже может обрывать нитка берем алмазный надфилек и вот таким вот движением эту заусеницу собьем надфиль должен быть только алмазный потом если у кого есть полировочный то можно полирнуть на полировочном вот я думаю достаточно будет попробовали ногтиком здесь все нормально заусеницы нету ставим на место пластину закручиваем затянули специально отверточка такая маленькая смотрим что у нас в челноке открываем вот эти вот защелочки они держат полукольцо иголка у нас должна быть в крайнем верхнем положении сняли полукольцо вот здесь вот сточено точилом и не отполировано здесь вот заусеница это надо убрать сейчас мы возьмем шлифанем алмазным надфильком и потом заполируем на полировочном для начала нужно снять вот эти два винта чтобы нам здесь хорошо можно было сделать доступ беру надфильком и немножечко вот тут тут шлифану заусеницы пробуем здесь вот даже сильно и отполируем отполировали затянули смотрим чтобы у нас вот здесь вот было заподлицо чуть-чуть отпустим и выровняем так вот смотрим наш челнок заусеницы на носике тоже нет очень хорошо смотрим ногтем проводим вот эту вот часть здесь у нас проходит нитка здесь тоже все нормально вот здесь вот немножечко немножечко есть заусеница возьмем кусочек ветоши и здесь вот так вот возьмем прочистим в уголочках набивается пыль вот смотрите там вылетает сколько по уголкам и вот так вот тканью все прочистили взяли еще капнули маслечко еще раз возьмем вот так вот прочистим и сразу же одновременно наша каретка смажется и вот смотрим причина нашей неисправности вот в таком положении когда идет сброс нитки носик челнока у нас внизу вот мы двигаем так и двигаем так мне приходится создавать усилие чтобы сдвинулся челнок челнок у зажимает нам нужно решить вот эту проблему чтобы у нас челнок в гнезде люфт был свободный до него дотронулся и он мог бы свободно люфтить а здесь он очень очень сильно зажимает я возьму наш челнок и вот эту вот часть с этой стороны и с этой стороны плоскость вот эту намажу войлок пастой гоя из пастой гоя отполирую чтобы немного снять хотя бы микроны металла чтобы у нас ночок стал чуть-чуть свободнее гулять в нашей матрице попробую это сделать вот я отполировал на полировочном долго пришлось полировать теперь возьму капельку маслечка вот сюда капнул и возьму размажу вот так вот по нашим трущимся стенкам сильно много не надо вставляем ставим наше полукольцо вот у нас направляющая попадаем в паз вот у нас полукольцо села и мы закрываем смотрим видите люфт появился уже нормально микроны сняли посмотрим как у нас происходит петлеобразование и сброс нитки ставим челнок смотрим носик ушел челнока назад взял петелечку и обводит обводит вот красная ниточка пошла сбросил хорошо сейчас мы выведем ниточку вот так вот из-за нашего пальца и посмотрим что у нас дальше происходит вот ниточка раз вот она видите она остановилась нитка пяточка челнока не дает проходу нитки вот она она натянута челнок зажимает нитку об пружинку берем держим кончик ниточки пробуем перенесем ниточку за пальчик и смотрим да держит держит наша пяточка причем сильно из-за этого у нас и получается строчка петляет на низ вот так вот это низ и петельку просто не затягивает для верхней нитки требуется большое усилие чтобы преодолеть вот эту пружину чтобы нитка проскочила между пружиной нашей и пяточкой челнока возьмем колпачок без шпульки пока поставим ниточка у нас заправлена подложим сюда ткань сейчас мы послушаем как у нас идет сброс опускаем лапку ниточка подлапку пробуем ниточку захватила вот ниточка пошла слушаем сброс еще раз все вроде ничего не цепляет теперь ставим шпульку и попробуем прошить мы услышим звук и щелчки тогда когда мы шили были явные щелчки и нас челнок подклинивал вытащили нитку берем кусочек включаем машинку и шьем смотрим ну вот строчка у нас хорошая и вы слышите звук совсем другой стал машинка перестала шуметь а мы сейчас мы еще попробуем прошить закрепочку так хорошо сейчас попробуем на оборотах вся строчка хорошая зигзаг маленький зигзаг большой в тяжечко все нормально четвертая зигзаг еще больше смотрим строчка отличная зигзаг большой в тяжечко зигзаг большой в тяжечко вот наш зигзаг отлично устранили неисправность на этом все удачи вам сегодня